Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 июня и сегодня подошла очередь сделать видео обзор не старому проверенному сорту, а новинке, который появился у меня в этом году первый раз. Это сорт бета, сорт неоднозначный, который я так и не поняла до конца. Про него я сначала говорила, что это лже-бета, что это пересорт, но когда вот он сейчас стал взрослее, я уже думаю, что зря я его так обзывала, уже хочется извиниться перед этим томатом. Вообще я хочу его, но провожу пока что идентификацию, этот сорт или нет, с описанием на пачке, с описанием сорта в интернете, сравниваю с фотографиями. Вот сейчас мы будем говорить о Бетте, которая тоже поспела первая вместе со спиридоном и с ринетом, поспела в теплице, а на улице уже буреет. Вот я подошла поближе, чтобы вы видели размер плодов по отношению к ладони к моей. Так как сорт был совершенно для меня новый, ясно, что когда я его купила, покупала, заказывала на сайте с именопочтой, я его начала смотреть, наблюдать за ним и сравнивать с описанием на пачке. Описание на пачке было такое, что он штамбовый, детерминатный, ранний, высота 50 см. И когда рассада начала вытягиваться, и он стал в рассаде такого же размера, как сеянец ботяне, я заподозрила неладное. Я сразу решила безоговорочно, что это пересорт. Я снимала несколько видео, бета-пересорт, уже бета. И до самой высадки, вот сюда, в теплицу, на постоянное место, он у меня был самый высокий, сеянец, рассада была самая высокая, это бета. И я уже говорила в одном из видео, я хотела вообще отказаться, говорила зрителям, то ли вообще выкинуть эту бету. Уж явно, что это не тот сорт, который был заявлен, который был описан на пачке. И знаете, после того, как я высадила ее сюда, в теплицу, я всегда высаживаю новинки в двух вариантах, и в теплицу, и в открытый грунт. Я посадила бету и вот сюда вот в теплицу, и посадила еще в открытом грунте. И вы знаете, она совершенно получилась разная, я в открытом грунте сейчас покажу. В открытом грунте она получилась такая, прям как описано, маленькая, компактная, ну, ну, короче, полностью по описанию. А вот здесь она получилась немножко, конечно, выше 50 сантиметров, но тут я даю скидку на то, что в теплице томаты всегда же, они вытягиваются больше. И смотрите, и когда она стала здесь в теплице расти, она прям как-то моментально замедлила свой рост и начала завязывать плоды. И в отличие от спиридона, от ринета, она в теплице показала себя прекрасно. Она также вместе с ними поспела, но только у них, вы видели, они вытянутые до самого потолка, плоды маленькие, а это вот такая увешанная вся завязями, компактная. И, как бы сказать, ну, короче, я поняла, что ей в теплице понравилось. Я думаю, ну, в чем причина? Одни, она же тоже ранняя, думаю, почему одни ранние показали нынче себя в теплице плохо, а вот Бетта именно показала себя хорошо. Потом я нашла, поняла, в чем собака зарыта, начала на сайте изучать, когда про нее информацию, там написано, что этот сорт, ну, выведен специально для открытого грунта, для выращивания в открытом грунте в южных регионах, то есть в теплых, а для всех остальных в теплице. То есть, если ринет у нас из спиридон, они холодостойкие, они были выведены специально для холодных регионов, то Бетта у нас, наоборот, теплолюбивая. Поэтому ей понравилось нынче в теплице. Поэтому жаркое лето для нее, это как раз тот климат, для которого она выведена. И вот теперь, сначала я ее хотела выбросить, выгнать вообще. Теперь я хочу чуть ли не извиниться перед ней за то, что вот я ее так оболгала, ну, в смысле, лжебеттой назвала. Но я все-таки до сих пор не поняла, почему она в рассаде такая была вытянутая, и как она быстро как-то, она как перевернулась с ног на голову, как хамелеончик. Она была самой вытянутой при высадке, а вот в открытом грунте покажу. Потом стала самой компактной сейчас, вот через сколько там, через месяц, полтора после высадки. Она оказалась ранняя, как и было написано в описании. Так, если смотреть, вот я сравниваю уже описание на сайтах, вот на пачках, там написано, что плоды округлые, слегка сплющенные. Так и есть, видите, она не шариком, слегка сплющенные. Написано, что ребристые у основания. Вот по поводу плодов все подходит, ребристые у основания. Написано про нее, что кожура тонкая, плоды не склонны к растрескиванию, но это нужно проверять потом. Ой, подождите, сейчас я спелую, совсем спелую возьму. Вот, видите, она круглая, немножко приплющенная, плоская, ребристые у основания. Все подходит по описанию. Мякоть плотная написано, да, она такая плотненькая, сочная, но я ее еще не пробовала. Темно-красная, отсутствуют пустоты и белые вот эти вот фрагменты. Это все про нее написано, ну, в статьях, в описаниях. Семян мало, это я тоже потом посмотрю. Плоды обладают хорошим вкусом, присутствует, присутствие кислинки минимальное. Это, конечно, я буду во время дегустации проверять, но пока я вот вам хочу сказать, что бета у меня получилась двух видов. В теплице она одна, на улице она другая. И еще про нее написано, что есть, ну, для меня вот есть небольшой недостаточек, что у нее не продолжительное плодоношение, но как ранний томат, она создана, конечно, для другого, для получения именно раннего урожая. И в этом она выполнила полностью свое предназначение. Написано там же в интернете, я прочитала, что сбор начинается во второй половине июня до конца июля. Плодоношение не растянутое, урожай ранний и созревает почти весь одновременно. Но вот вы видите, сейчас вот эти вот томаты, они почти, действительно, они почти все уже сформировались и все одного размера. И, конечно, сейчас они в течение месяца у меня все поспеют. Я их сниму и плодоношение до конца июля у меня, наверное, закончится. Вот такой неоднозначный томат бета, который стоит еще изучать и изучать мне. Я его, если честно, не раскусила еще. Я не поняла, в чем дело, почему он вытягивался у меня при посеве рассады, почему потом вдруг стал таким компактненьким. Это новинка, у меня они будут в каталоге под номером 297. Единственное, пока могу сказать, что спеет рано, он действительно ранний. Про него на сайтах написано, что возможно выращивать на балконах, в лоджиях, что везти надо в 4 ствола. Облиствление среднее, да, у него лист не очень. Вот есть такие, как томаты великаны. Лист такой хороший, нежненький, с тоненькой пластинкой. Не мешает другим томатам в теплице. И еще одно преимущество, про него там сказано, что завязываемость у него полная. То есть у него сколько цветет цветов, столько и образуется плодов. То есть мало у него вот этих пустоцветов и отваливается. И действительно, смотрите, я вам жаловалась, что у меня в этом году у нас очень жарко. И многие кисти у крупноплодных выпали, потерялись из-за неполного, как опыления. А на Бетте, видите, сколько плодов. Вот так вот показать, если видите, она вся прям в томатах. Сейчас еще покажу вам, как выглядит Бетта на улице, несмотря на дождь. Побегу домой, мимо Бетты буду пробегать и остановимся на минутку. Но я уже знаю, что я оставлю ее для себя. Она ранняя. И вот для теплицы как раз она подходит. Она здесь не тормозит. У нее плоды более-менее, они даже крупнее, чем у спиридона, крупнее, чем у ринета. У ринета же видели вчера какие, как яблочки? А это прям, ну как, настоящие. Написано, что это салатный сорт. Вкус вот дня 3-4 она у меня полежит дома. Вкус я проверю, вам скажу потом. Потому что вот это еще не полная зрелость. Видите, она не окончательно красная. Такая может быть кислая. Все, вот это наша Бетта. Почти всегда все новые сорта я испытываю во всех возможных вариантах. И на улице, и в теплице. А раз про Бетту было написано, что она идеально подходит для выращивания в горшечной культуре, то есть на балконах, там где в лоджиях, я один вот в одном из кашпо высадила вот это вот пшу долиньтяя. Он у меня тоже новинка. Вот видите, длинненький. И Бетту. И вот здесь та же самая Бетта из той же самой рассады. Видите, вот издалека. Она получилась у нас компактная такая. И правда плоды немножко помельче. Но это объясняется очень просто. В кашпо объем ограничен грунта. И тут, так как у нас жара постоянно пересыхают же они, утром, если даже польешь к вечеру, подойдешь уже сухо, тут недостаток влаги, но на улице Бетта тоже уже меняет, как она превращается уже в такую светлую, как бы молочную зрелость. Скоро она поспеет. Вот такая разная Бетта получилась из одной и той же вытянувшейся на первой стадии рассады. На улице она получилась компактненькая, чуть поменьше плоды. В теплице получилось чуть повыше и чуть покрупнее плоды. И в открытом грунте на грядке она точно такая же. Сейчас я дойду до нее. Но очень мокрая, я уже там по рядам ходить не буду, издалека мы ее посмотрим. Тут все сыро и мокро. Вот они рядом, вот этот ранний 83 тоже очень хорошо нарезал. И вот она Бетта. Те же самые помидорки, такие же вот рифленые у плодоножки, немножко приплющенные, тоже уже в фазе молочной зрелости, скоро будут созревать. Но здесь кустик компактненький. Он действительно сантиметров 40. Вот ранний 83, намного его выше даже. И тут он не вырос в высоту. Ой, смотрите ранний 83, как... Ой, сейчас подождите, покажу, как нанизался им даже, по-моему, тесно. Они уперлись друг в друга. Ой-ой-ой. Вот тоже хорошо зависть дал. Ой, меня заливает, я убегаю.